коллектив доброе утро и у нас с вами новый проект на канале мазда почему не на лайв канал я объяснял на белой мази а тут что делать мы ее потом как начнем с вами за 7 дней починим и все по сути и соберется потом за полдня и больше не увидим поэтому не для лайк канала проект лайк канала надо длинные проекты взять дим много чего делаем а здесь такой легкий удар на основной канал простите простите что на основной защиты мы с вами купили мазду по фотографиям что сразу что сказать ну покупка по фотографиям это всегда код в мешке такой огромный код и вы знаете у нас не буду скрывать у нас такой облезший код получился потому как на фотках много чего вообще не было видно и когда я делал белую мазду и смотрел на эти фотки мы ее купили и когда мы ее купили пару недель назад когда еще шла с америки на корабле по фоткам я даже не думал что лонжероны пошли ну как я предполагал там немножко сдвиги есть по-любому усилитель как бы удар был вот туда а там усилитель значит по-любому лонжероны как бы ну я не предполагал что так намного вы знаете бывают лонжероны они немного пошли но без особых складок здесь такая складка ух-ух-ух не ну понятно она все вытянется помним даром разобрать зажать там полдня один там полдня другой ладно пару дней и как геометрия вся морды собрана но все равно немножко я не думал по фоткам понимаете если фотка была с бампером вот ой без бампера от снятая так-то понятно вот смотришь некая сянуться сдвинут что не думал я а не а не думал я так блин я ничего не думал у короче на самом деле когда разобрали немножко под офигели что я вообще короче планировал что сейчас тут за несколько лет за дня три она сделается и все оказалось немножко все сильнее ну то такое по фоткам покупать всегда есть риск но знаете в отличие от другого человека который вы купил его разобрал такой лонжероны ушли у меня вчера когда эвакуаторщик привез машину и мы начали с менеджером его на его там рассматривать эвакуаторщик долго не мог понять почему я радуюсь что ушли лонжероны я ванке говорю ура лонжероны сломала целью его кодочек немножко не понимает ванке ура подрамник сломал в аквадорщик опять немножко не понял а потом да не просто мне нравится это уравнять лонжероны сейчас тут подрамники два дня и будет ну то есть потом объяснили выкладочку почему я был рад ну потому что вы все знаете что если машина заезжает на стапель с лобовым и лонжероны никуда не пошли для меня это скучная работа потому что это для меня больше увлечения хобби геометрии все эти ровные поэтому для меня это даже немножко и как бы с одной стороны хорошо с другой плохо но критичного плохого ничего нет знать что мы не ожидали вот честно что фара будут поломанная вот не ожидали мы фара что поломанная будет но на самом деле про фару вот примеру я до сих пор не знаю адаптивный не адаптивный кто-то пишет а нет не адаптивный кто-то пишет адаптивный но мы сейчас есть все поймем взять фару а фары на самом деле они не такие уж дорогие как мы думали вот вчера иван говорит блин они так дорого стоит, то погуглили, нет, на самом деле ну не знаю, как для кого но для бюджета этой машины, давайте так скажу, это недорого, ну как бы мы на что-то, что же, рассчитывали к примеру, стекло 40 долларов можно, или 40 или 50, 50 долларов можно купить стекло, без проблем 60 долларов можно купить корпус, при желании просто все перепаковать, если оно целое как вариант не знаю, наверное, этот вариант нам не пойдет потому что тут, ну, очень много всего такого, ладно, буду разбирать буду смотреть будем разбирать будем смотреть давайте начнем разбирать сегодня день пятница и сегодня день немножко напряженный потому что пол четвертого надо ребенка на танцы отвезти, надо свалить отсюда а еще напряженный, что завтра приедет джик какой-то на эвакуаторе привезут и его надо вот сюда вот загрузить поэтому цель дня сегодня быстро разобрать вот это все все, 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 все завести и перегнать в склад вот ну, перегнать в склад можно и завтра но надо, чтобы она завелась и ехала аккумулятор сразу на зарядку аккумулятор с утра уже заряжается а я давайте буду разбирать перебирать и делать кучу фоток мы таких с вами две машины делали фоток есть куча но все равно надо для себя пофотить потому что потом начинаешь собирать и не понимаешь что это за резинка приедет дядя Вадим хотел приехать должен приехать автобампер канал который нам автобампер канал который нам паял на белую Мазду бампер он мне все говорит а что ты не хочешь этот бампер восстановить давай его восстановим не хочу восстанавливать не надо ну то есть сейчас я разберу отложу некий пластик он приедет посмотрит что тут выжило-не выжило и может что-то заберет даже уже в ремонт извиняюсь подавился словом ремонт я вчера погорячился когда говорил что через неделю придут за части будем делать нет не придут потому что я сейчас еще джипа буду делать неизвестно сколько ну там неделя может еще одна будет машина а потом только она то есть она сейчас разберет предфектуется в склад и ну и поиск запчастей я немножко разобрал есть радостные новости и печальные радостные новости у нас неадаптивные фары неадаптивные они много денег значит не стоят я коммент кстати вчера вспомнил мне кто-то в личку вернее написал Виталька обычные фары и ничего недорогие вот друг респект увожу правильно в этом мире все относительно дорого недорого на Мурана я тоже фару покупал 300 долларов или 300 с чем-то поэтому дорого недорого короче классные фары из печального а давайте еще из хорошего из хорошего радиаторы выжили вот я не знаю конечно за радиатор кондера ну вот он чуть-чуть вот туда прогнулся его надо подавить и все сто раз такое делали но целые я что-то думал будут знаете как по фоткам покупали одно вчера привезли офигели как оно ударенное а сейчас разбираешь да ничего оно не ударенное обычное оно да все обычно сейчас чем больше разберем тебе будет проще пластик весь он выжил тот вот все что снятое выжило что нам тут усилитель телевизор две фары два крыла бы капот все стандартное это штука может защиту это сильно конченая ничего пока страшного не вижу вообще разбираем дальше разобрал немножко Иван мы с тобой лоханулись в одном моменте когда вот эту Мазду купили фильтр нафига надо было подождать пару дней это я блин смотри тут почти был новый фильтр ну правда я руками его немного вот заелозил блин его феном погреть это греть можно было еще блин поставить и кататься над той нет мы с тобой блин решили туда купить новый полиняли на куче денег значит фреон фреон целый а тут радиатор целый повезло и второй целый водичка есть фреончик есть что тут еще у нас с вами корпус воздушного фильтра немножко в какашку превратился снял его телевизор выкинуть хотя там еще под вопросом на самом деле действительно под вопросом действительно под вопросом но я за замену хотя есть люди и вот Вадим приедет сто процентов буду говорит давай его спаяю потому что он их хуже делает не надо здесь Вадим так что у нас тут по этой стороне ну тут понятно крыло какое-то оно бухнулось бухнулось тут такое эта часть целая бачок целый немножко на креплениях он подыграл но он же полный это омывайки надо слить сейчас сольем лонжерончик ну как я и показывал там есть складочка такая складка для первого класса и хуже делали здесь у нас все целое Ванька у нас бачок в этот раз целый не знаю не смотрел но Вань заказывай сразу бачок он полный но он тут такой помятый не знаю может сверху дырка есть диффузоры целый да бывает ну как бы целые просто видите какое-то такое белые пятна как будто ну знаете пластик деформировался но я смотрю вот на каждой лопасти такой здесь тоже диффузоры по крайней мере ниги поломанные я не увидел это все пока сюда дальше 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 а что дальше ну вот стрела пошла туда вон да это вот завернулось классно это да ящик целый на ящике только поломано вот здесь такой кронштейн который снимается ушко вот поломанное я-я-я-я что же будем делать носки знаете как хорошо когда перед этим ты ремонтировал такой автомобиль приехала машина удар воздушный фильтр прямо в мозги уперся ванька говорит блин мозги могли пострадать говорю не сцикай я делал такую машину там мозги на мягких подушках и оно все играет поэтому тут не могли они никак пострадать честно он сцикал я нет потому что я знаю как они устроены и действительно вчера завели так легко ну как бы вы сами видели все хорошо там какой тут они просто знаете на резиночках оно все подыгрывает да и удара не было в мозге чтобы сцикать можно было и мне поэтому я как мужик себя вел крыло понятно вот эта часть понятно эта часть отличная под крылок отличный это у нас что это у нас наверное кусок не знаю что это кусок или бампера или фары а это у нас есть такая система интересная в машине мы начали снимать и не поймем смотрим на туманке в бампер идут два штекера вот так вот одетые вот ну знаете снимаем бампер смотрим два одетых штекера в бампер блин а тут нету как бы ни туманки ничего нету сразу первая мысль у нее есть удержание в полосе и у нее есть дистроник типа может быть это какие-то как бы антенны слепых зон ну как в задних крыльях под задним бампером стоят антенны слепых зон фиг его знает а потом первый штекер отсоединяем они глухие ну они без ничего просто завод проводку пустил для туманок или для дневных или что там внизу но чтобы они никуда не болтались они вот так вот хитро поступили просто вот одели ну сделали отливы разъемов на этих штуках и вот видите вот а мы таки разбираем и не поймем в чем прикол это тоже снять что там еще нам надо крыло вот крыло сейчас нам надо снимать я тут думаете что-то сейчас увижу из повреждений нет я вижу что вот стрела подломалась все стандартно мы делали с вами я знаю как они ломаются то есть все крыло может уже не снимать единственное что он в дверь трет ну опять же трет об дверь да и пусть трет все равно дверь дверь поломала может единственное сейчас его откручу вперед дерну чтобы зазор увеличить и все так по сути уже можно заводить только надо радик взять и привязать чтобы он сильно не болтался ванька гофра выжила все хорошо потому что она вчера такая помятая была но она выжила вот пробег у машины не помню что-то там до 50 тысяч километров вроде бы я не помню я вам очень часто говорил когда автомобиль ударенный в кучу собраны ты смотришь все поломанное блин такой страшно кажется а потом когда разбираешь и понимаешь а что тут делать там он же он туда тут туда подрамник тут тоже диагональ сдвинулась но без острых заломов никак на той лице то есть легко здесь все и вот сейчас я разобрал афиг дел так тут на самом деле все класс все класс что мы вчера парились там не класс не класс и даже мне как человеку который должен запчасти сейчас покупать все класс что тут у запчастей два крыла капот наверное две петли потому что ну они тут сильно поломались усилитель бампера телевизор бампер две фары решетка какие-то мелочи фильтр что ли вчера там парился типа ууууу такая ударенная машина как же мы ее восстановить легко и просто обычно возьмем восстановим снял крыло дверь тоже восстановим это понятно здрасте здрасте Этика Юрка что мы здесь с вами можем видеть плохого тут все целое это все целое стакан целый сто процентов уверенно стакан на месте ходовка вся на месте резина шикарная лонжерончик все стандартно все обычно вот зацепим вот подтянем на той москве он далеко сломался видите на этой вот именно в начале в начале так а тут усилителя нету тут голый лонжерон ну как мы делали с вами такое тянем до линии меточки который соединяет по моему тонкий металл с толстым типа штамповочка такая вырезаем доравним все тут еще меньше сломанный тут тоже ерунда я думаю даже расшивать не надо потому что он полностью вот голый тоже подрамник туда подрамник туда толкнули там выровняли все тут главный бачок целый бачок целый ага снял я это крыло здесь тоже вообще ничего плохого нету две накладки на крылья выжили полностью ну как бы это плюс защитки выжили вот складочка такая детская подушки ну выжили до той вообще удара не было что поднище полезли посмотрим ага поднище видите вот здесь у нас подрамник по моему в этом месте чуть-чуть перекос пошел ну когда потянем сама она ровная потянем она там зайдет туда выкуется все вот немножко а ну да видите она крутанулась пятка подрамника и поэтому выкрутим выкрутим как захотим здесь вообще все хорошо только немножко где-то пошло дальше тут все у нас такое новенькое красивенькое я сразу снял войлочные защиты потому что мне очень интересно что снищем потому как она же кстати приехал эвакуатор когда привез ее она была зажата на ручнике тут электроручник и он был зажат когда в Америке ударили ее же вилочным погрузчиком там тягали тягали и на эвакуатор тоже вилочным грузили погрузчиком и мне очень интересовал что как он абсорбер что с ним потому что я знаю что на тех что я делал они ломались на одной по крайней мере он поломанный был здесь он целый полностью и это не может не радовать его вот вилочный вот он давил по моему я вот открутил потому как железки согнулись они в плоскостях и немножко эти крепухи стоят в натяжке открутил вот это и все оно стало на свои места то есть снять крепушки выровнять вот это и все а так все целое вот это меня очень интересовало больше людей я плохого по машине ничего не нашел вообще ничего не нашел блин надо было заранее запчасти покупать я уже хочу ее тянуть я уже хочу кататься на такой хорошей мазде тянуть тянуть рано да еще рано запчасть собирать не вижу смысла больше ничего разбирать потом когда будем машину делать еще там может кассеты все снимем радиатор приода не знаю будем не будем спускать не важно то есть мы еще будем разбирать ее бачки разбирать там мбс откручивать блоки происходяний как всегда рамки там то есть это все потом главное что сейчас машина способна ездить по идее она способна только надо фильтр корпус фильтра верхнюю крышку кинуть там датчик что там воздуха стоит жабошки потом все это потом будем снимать жабошки можно не снимать но я все равно хочу снять померить может люди все потом мне хватит разбирать ее защиты снял больше ничего нет теперь сейчас некие запчасти полоносим в железный склад машину попозже наверное завтра просто аккумулятор заряжается и вы знаете довольно быстро он как-то подхватился иногда привозят аккумулятор и там к примеру 2 вольта ты его заряжаешь 4 ампера 5 поставил даже не так зарядка пока начинает короче зарядку подседила она не может только добавить он или не берет как бы знаете и потом через пару часов только начинает стрелка ампеража двигаться этот постоял буквально там час я пришел отсырил клеммы на нем уже 12 вольт то есть он там 12 чем-то он очень быстро как-то начал заряд брать и то есть по зарядке вижу что он живется аж бифом и мне кажется даже он уже заведется пусть еще стоит завтра перегоним сейчас запчасти попереносим ну сегодня запчасти можно только попереносить потому что завтра приедет джип сюда на стапель тянуть лонжероны что хотел сказать это все целое все что здесь все что здесь это у нас целое кусок телевизора только надо открутить оттуда это все целое защиты все целые телевизор в мусорку бампер ну бампер понятно здесь все что нам для ремонта пригодится как-то я так знаете поскладывал ну да здесь там замки планки это нам для ремонта не пригодится это нам просто вот это все это именно для сборки то для ремонта я думал тут что-то больше будет этот пластик с которым нужно разбираться это тоже кстати нам сюда сейчас приедет дядя Вадим канал автобампер который делал нам на белую мазду бампер сейчас он приедет посмотрит скажет что может восстановить пусть забирает к примеру здесь почти все целое там какого-то ушка где-то не хватает жалюзи в принципе целые только там трещина одна из-за этой трещины они просто распались а так они целые вот этот пластик в принципе нормальный да нормальный у меня с той мазды есть она вот что-то похожая поэтому нормально восстановится это все вытянется это все запчасти это вытянется наверное будут и другие фары это тоже в салон заныкать вот так давайте сейчас дождемся Вадима посмотрим что нам тут какую ревизию сделает подкрылки целые все в общем надо мне немножко убрать повторюсь я уже повторял ожидал я большего но когда разобрал понял как легко и просто реально легко и просто честно если бы завтра джипа не было я бы сейчас зажал ее на стапель у меня есть размеры я бы за сегодня и за завтра за пару дней бы сделал бы лонжероны на место поставил я выровнял бы подрамник я вытянул бы сейчас стрелы в размеры в размеры и тогда можно было ее сгонять а потом были для части просто тогда было набрать и все но завтра джипа будет итак к нам приехал известный блогер канал автобампер и сейчас мы будем напаривать весь сбитый пластик короче меня уже нагрузили пластик да есть у нас вот куча поломанных штук это даже не надо пытаться восстанавливать это стоит ерунда и нафиг надо там кусков нету итак дядя Вадим дядя Вадим смотрите что делать вот лежит куча запчастей которые есть возможность починить да два блогера скамер не знаю что делать смотри эта штука в принципе целая ушко подпаять феном погреть могу сам починить не надо защита смотри здесь разрыв жестокий идет сделаем это вообще тоже не надо чинить я сам починю здесь разрыв жестокий надо потом показать что как сделал специалист пальчик да самое несложное самое ответственное это сделать жалюзи жалюзи они тут все целые только поломались у нас у нас поломанная только перемычка все на месте вот одна ламили на все нет я смотрю она как-то так состыковывается все его надо чуть прогреть чтобы он доделался ну да 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 то есть это тоже я на это же много делал но я делал большие много человек говорит очень помочь нашему каналу эта штука а мы их нему эта штука и эту штуку сделаем я с мастерами я тут еще утверждал что ты очень легко даже телевизор готов был бы сделать но я не хочу его делать на нем в принципе даже есть и куски но мне кажется глупо его делать нет если бы не он стоит он стоит до 100 долларов если не стекло в одно то легко а так просто с ним попариться придется не очень-то их ну я тоже согласен нафиг он не нужен потому что весь другой пластик весь другой сейчас еще пошлем весь другой пластик идет из полипропилена который очень легко паяется ну я с этими камерами как ты знаешь 20 дай сейчас будем туда ну да оно со стороны сейчас кто-то зайдет оно прикольно один еще он стоит с камерой и другой делает с камерой еще надо на лох одеть на груди еще куда-то у меня есть крепление 20 дай еще с камерой и другой с камерой еще надо на лох и на груди еще куда-то слушай ну бампер я тоже думаю нафиг его делать согласен стоил бы он 2000 долларов можно было делать а так нет 1800 а чего доллар я не знаю понты стоит у нас тут бампер же идет еще из двух частей это вот одна часть верхняя и сам бампер и сам бампер и решетка между ними решетка между ними короче он отличается от этого бампера в принципе только верхний можно сделать верхнюю часть да она я я сам понял что а что с ней здесь подогреть здесь подпаять и здесь вот да верхняя часть то ерунда но мы пока делать не будем погодь потому что все сразу возможно да потому что есть некие моменты которые делать не надо ну короче посмотрим ну посмотрите посмотрите да пока вопрос у нас только по вот этому который если что тут в принципе то я помню подождать надо будет я помню когда давал я Вадиму сказал что может не спешить потому что нет а потом не мог бампер забрать поэтому на эту надо уже завтра делать хоть мы через две недели начнем но уже надо все чинить согласен хоть забирай вон рулон стретч пленки чтобы свою красную старую мазду не вымазать можно замотать здесь здесь все целое железки тут все целое целое нам главное потом я вам покажу как человек все восстановил и ссылочку на канал кинем потому что он вам снимет как будет восстанавливать обязательно и меня там покажет в 2,7к как он с камерой стоит и так с такого облета дрона нет у меня нет мурана больше по машине пластика я не нашел никакого поломанного если что-то найдется я маякнул подкрылки целые защиты войлочные тоже целые вот это все защиты все что я снял вот лежит там одна бампера и основная типа блин у меня опять камера расход условий ну раз тут как бы все что тут делать а работать пипец охота интересно да я даже не знаю ничего интересно да просто интересно машину починить время мне еще есть там часа полтора я плавно перешел на салон на салон там все разбираем а я хочу потолок снять вот мне хочется снять потолок кстати сняли airbag подушки руля он будет другой не восстановленный а другой как и шторка будет другая бушная оригинальная я чё кинул чё камеру вообще взял а ну снимайте же блогер козырёчки снимаем блогер слушайте знаете как обидно мне сегодня было потому что у нас на канале как таковой рекламы нет ну от меня лично у нас есть рекомендации ого рекомендации то есть не онлайн казино ничего не игр не хочу есть рекомендации по инструменту там по фирмам каким-то которые иногда там к ним обращаешься сами ещё что-то и вы знаете тут полгода я рекламировал ну как рекламировал я рекомендовал никогда не говорил обращайтесь обращайтесь при ДТП обращаются все куда-то то есть я так одной фирме к одной фирме хорошо относился так их грубо говоря рекламировал говорил классные ребята показывал вам их не лого много раз в видосах и вот сегодня обратился они говорят ну там за кое-какой услугой по ремонту автомобиля они говорят 10% скидка то есть они мне из 100 долларов 10 долларов скинули я говорю спасибо большое спасибо полгода старался блин а мне 10% скидку 10 долларов скидку там 100 долларов да здесь скинули 10 баксов спасибо спасибо большое поэтому рекламную продукцию с гаража повыносим чтобы больше ихних лого не было у нас потому что 10% 10 баксов это очень серьезно я заработал за полгода рекламы обалдеть вот так видите как блогер тяжело ты полгода распинаешься распинаешься а тебе 10 баксов скидка я понимаю что я заказывал у них за 2000 долларов и бы сказали 10% скидка такой 200 долларов класс но когда ты хочешь услугу сделать за 100 долларов и на тебе 10% девочка с которой общались в инстаграме вы компания супер вы классные ребята а 10 долларов я и так заработаю и сделаю без скидок не такие уж мои бедные прошло еще немножко времени время у нас 3 часа у меня еще есть минут 30 ну что я тут сделал проводка приклеенная была к потолку она идет от начала до куда-то туда в заднее крыло блин блин потому что а если тут штекер на трубку есть кстати сейчас надо одеть потому что могу потом забыть то штекера на провода тут идут каких-то двух как будто аудио вход выход штекера нет и и и и короче короче куда-то они туда идут и штекер о штекер есть но здесь штекер классно есть а там штекера нету так же как и но все равно потолок другой будет понту короче было проводку оставлять на нем вот вот эта проводка это освещение идет на центральную консольку тут что под потолком освещения и на ветровички или как они называют козырьки о то есть почему-то мазда пустила с задней части всю проводку и по потолку на переднюю хотя у всех автомобилей как бы блин а у всех выходит с передней стойки и все пошло в эти козыречки тут почему-то они решили с задницы ее потянуть не знаю с чем это связано подушка подушка будет другая потому что да потому что купим другую все она порезанная подушку потом поменяю с потолком еще не знаю что-то еще хотел сказать обшивки все эти поснимали поснимали потолок хотите покажу потолок сейчас я вам момент покажу такие памперсы памперсы шумки 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 ну это все классно тут усилители такие чтобы в потолок упирались да в крышу обязательно чтобы скрипели потом едешь он металл касается скрипит ну то есть все как обычно в потолке интересное вот это изобретение смотрите резина приклеена я не знаю зачем носить сейчас она правда отклеится но зачем-то резиновое кольцо приклеено куда я так она вообще никуда не упирается я фиг его знает куда это резиновое кольцо оно вот от средней стойки короче между ручками крайними отверстиями ручки козырьки все плафоны снимается довольно легко вот куда то вот нет я думал след на усилителе нету тут следа хомуты водопроводные прикиньте подушку самая обычная это все реозавод самые снежевички хомуты что серьезно а я что-то не замечал такого у других автомобилей Mazda ты что на приколе что за хомуты водопроводные так реально водопроводные хомуты нафига не знаю это японцы их там она в хиросиме по-моему деланная леди там они облучены как облучились так и делают до сих пор хомуты водопроводные ладно то ерунда то не важно вот здесь резинка упирается где-то типа по идее усилитель нафига тут эта резинка неужели действительно брать вот так носить может какой-то робот на заводе на кондукторе все возможно не знаю дальше если брать потолок ну ладно на термоклей на сопли клея приклеили проводку мы тоже так умеем тоже потом приклеим если порыться в моих мусорках так мусорку показывать не буду но вот я с мусорки достал смотрите это Иван лимонад покупал с трубочками Иван ты в курсе что все время лимонад берешь с маздовскими запчастями чик это что это усилитель а на кой черт он надо блин ну ладно да не ну оно же зачем-то сделано так его знают зачем ну зачем-то же ладно люди хорош прикалываться над маздой это все крылья фары хорош прикалываться над маздой мазда как мазда оставляем ее слушайте завтра мне машину припрут около обеда поэтому завтра еще по идее я буду работать и завтра у нас обзор повреждений джипа но может я пропаду правда завтра я имею ввиду что мне завтра все равно делать нечего если джипа прибудет аж после обеда что я его делать завтра суббота короткий день поэтому может быть завтра видоса не будет ну хорошо а блок SRS который ну по логике вещей где-то вот там находится блин мне бы еще подлокотник этот весь разобрать ну не веет тут не все хотя бы частично его разобрать чтобы понять где блок SRS кто помнит у Мурани он находится под этой планкой ну то есть мы ее подрывали и оттуда вытягивали Максу надо в дни отправить его еду никого не трогаю по городу меня автобус обогнал блин плохо когда ты пытаешься блин быть правильным если что мы уже за городом ты когда правильный стараешься ехать 50 тебя автобусы обгоняют а вы говорите ну да что ты по городу 70 ехал да вон автобус который людей везет 80 Саня большое спасибо который с Херсона который утром поехал нам купил ниссановского масла NS3 все классненько Санька отлично спасибо желаю тебе счастья здоровья и твоему Лансу пусть Ланс не валяет как и ты залил я масло Мурану литр залил и оно сейчас выше уровня это на холодную на горячую оно еще больше выше уровня будет то есть хорошо потом на работе заеду там завтра или когда там слить чуть-чуть оно сейчас перелито но в целом Nissan под жопой опять все классненько Nissan Мурана молодец Иван тоже спасибо что договорился чтобы нам масло купили Мэк дома Мурана все класс песня Ласочка я когда ее сделал я один раз помыл потом вот сколько я ездил с весны СРТшники помыли когда обзор снимали и вот она мойку второй раз увидела теперь чистенькая красивенькая значит Кенга Кенга вещь менеджер Иван забрал Мазду я не помню вроде что с балансом белого Иван забрал Мазду уже поехал сделал развал сейчас я вам блин телефон сдыхает сейчас сдохнет Иван уже сделал развал все у нас шикарно не знаю как это вроде там он просто несколько картинок скидывал все в зелененьких зонах все супер классненько сейчас Иван поедет еще до кондер на ней на белой заправит и завтра электрик фару подсоединит там же леды ну короче там надо электрик чтобы позанимался ну вот такие у нас дела с вами всем удачи всем пока завтра Иван белую мазду пригонит или в понедельник потому что она на малярку в понедельник опять заберет и опять буду ездить на нормальной машине ура я рад всем пока субтитры